Всем здравствуйте! Татьяна Евгеньевна ни разу в жизни не получала главные роли, но любой эпизод или роль второго плана сыграна ей так полно и многогранно, что остается удивляться, как ей удается так точно передать образ за ничтожно малое отведенное время. Фильмография Кузнецовой довольно большая, за свою жизнь она сыграла ровно сто ролей в различных кинопроектах и сотни раз выходила на сцену театра МХТ имени Чехова, в трупе которого состоит почти всю жизнь. Первый успех ждал Татьяну после выхода на экраны комедии Леонида Гайдая «Не может быть», где в третьей новелла «Свадебное происшествие» она мастерски сыграла кухарку Дашу. Это была не первая ее роль. Девушка дебютировала в кино в 16 лет, снявшись в детской драме «Александрами ты, друг мой, Колька» и потом еще в четырех фильмах, но те работы остались незамеченными и зрителями, и режиссерами. Многие фильмы, в которых принимала участие Кузнецова, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, но в половине из них ей доставались такие крохотные эпизоды, что имя актрисы даже не стояло в титрах. Несмотря на это, она никогда не отказывалась ни от каких предложений, с душой обыгрывая каждый персонаж. В 90-е, как и многие коллеги, она снималась мало, а после 2000-х вновь стала очень востребованной. И хоть главных ролей по-прежнему не предлагали, актриса была довольна и тем, что есть. В новом веке в карьере Татьяны Евгеньевны случился мощный прорыв, она была приглашена на роль Анжелы Олеговны, тещи-прапорщика Шматко, в комедийный сериал «Солдаты». В течение трех лет актриса снялась во всех сезонах, вновь завоевав любовь зрителей и получив премию кинофестиваля «Монте-карло-телевизион-фестивал за лучшую роль второго плана». Также отметилась актриса в таких популярных фильмах, как Москва-Центральный округ, Хиромант, Тупой жирный заяц, Дом малютки, Бедные родственники и многих других. В этом году с участием Кузнецовой вышел фильм «Не бойся», где она сыграла мать главной героини, и в производстве находится картина «Блокадный дневник», где у Татьяны Евгеньевны роль старушки. В этом году актриса отметила 75 лет, родилась через неделю после Дня Победы, но несмотря на уже достаточно солидный возраст, она бодра и полна сил, продолжает ежедневно появляться в театре, даже если в этот день нет ни репетиции, ни спектакля. Живет она в одиночестве, с мужем давно разошлась, детей у них не было. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.